Мы не можем себе позволить, несмотря ни на какие трудности, ни на беременности, ни на детей, зарастать как обезьяны и пугать своим внешним видом, да и тактильным ощущением. Всем привет! Спасибо, что вы вновь на моем канале. И сегодня видео по вашим многочисленным запросам. Тема весьма интимная. Периодически под моими видео вы оставляете комментарии с вопросами о моей эпиляции. Как же я привожу свою кожу в порядок, как я добиваюсь блестящего лоска и гладкости своей кожи. Потому что я также делаю фитнес-каналы, вы можете часто видеть меня в очень маленьких бикини, в шортиках, в купальниках. И, естественно, забота о гладкой коже в моей рутине практически стоит на первом месте. На самом деле, рассказать мне вам тоже особо нечего было. Да и я немного, честно признаться, стеснялась этой темы. Но сегодня я бьюти-эксперт, который может консультировать вас с точки зрения профессионала. И поэтому сегодня я решила затронуть эту тему и раскрыть некоторые свои секреты. Хочу сразу заметить, как бьюти-эксперт, что ни одна эпиляция в мире не дает радикального исчезновения волос. Их никак практически нельзя истребить, кроме электроэпиляции. Я это делала и я могу подтвердить с точной уверенностью, со стопроцентной уверенностью, что волосы там больше не появляются. Но представьте, если это будет большая площадь, допустим, нога. И это, конечно, очень долго. И это не безболезненно. И это, конечно же, дорого. В подростковом возрасте я приобрела себе электроэпилятор. И я сделала при помощи него эпиляцию практически везде, где только можно было и нельзя. И это был кошмар и ужас. В общем, мне это не понравилось. И я решила больше не браться за это гиблое дело. И вернулась к своему станку. Вы знаете, что сейчас я нахожусь в положении. Всем нам, кто находится в положении, как никому другому, очень сложно делать такой процесс, как эпиляция. Даже при помощи бритвы. То есть, это какой-то должен быть наклон, изгиб, который, в принципе, особенно на последних сроках, практически нереален. Когда живот давит на диафрагму, ребра торчат в стороны. В общем, лучше об этом не рассказывать. В своем инстаграме недавно я получила вот такой комментарий. На таком сроке все уже пузыри с отдышкой и густой щетиной на ногах. А это неугомонная Екатерина, мотается по миру и для рекламы фотографируется. Спасибо. Хвастаюсь вам своим последним новым гаджетом, который появился в моей коллекции по уходу за моим телом. А это не только эпиляция. Сейчас расскажу больше об этой вещи. Это эпилятор Браун. Также я сейчас буду вам давать консультацию по поводу него как эксперт. Потому что о нем я сейчас знаю намного больше, чем знаете вы или чем знала я до. Время идет вперед, эпиляторы не остановились на том уровне, который мы приобретали еще тогда, когда мы были совсем юными. И сегодня, да, действительно эпиляция превратилась в большое удовольствие и в такую практически профессиональную машину, которая дает профессиональный результат качества нашей кожи. Гаджет многофункциональный. Есть насадки по уходу за телом, они разные. Также здесь находится, мечта любой девушки, аппарат для пилинга лица, для очищения лица. Можно просто умываться при помощи него, производя легкий пилинг. Вот такая кисточка, я думаю, это для очищения самого аппарата. Также я знаю, что некоторые девушки производят эпиляцию либо вот при помощи такой насадки, чтобы смягчить действие гаджета. То есть он не будет так сильно убирать волосы и можно будет постепенно приучить себя, свою кожу. Затем после двух-трех процедур, когда уже кожа адаптируется, когда волос истончится, будет проще его использовать и можно будет снимать вот это вот все. Некоторые говорят, что некоторые даже снимают вот такую вот верхнюю насадочку и используют просто радикально вот эти внутренние щипцы, чтобы прям вот наверняка все убрать за один раз без лишних повторений. Я считаю, что одна из главных достоинств такого эпилятора, это то, что он портативный, он работает без сети. К тому же этот аппарат можно использовать в воде. Не можно, а нужно. При соприкосновении с водой наша кожа распаривается, волосы становятся намного тоньше, нежели в сухом состоянии. Болезненных ощущений становится меньше, вернее они совсем исчезают при использовании аппарата в воде. И тогда волосы убираются легко и начисто. Также уменьшает болевые ощущения вибрация, которая создается при помощи массажной насадки. За боль и за ощущение вибрации отвечают одни и те же нервные окончания. Поэтому, производя эпиляцию совместно с вибрацией, нервы переключаются на вибрацию, соответственно, вы не чувствуете боли и я тоже. Реально, такие обзоры надо снимать после применения данного инструмента, а не как бьюти-эксперт, потому что я только что вышла из душа. В общем, я в полном восторге, серьезно. Я сделала, во-первых, скин-спа, это вот такой массаж-пилинг с этой насадочкой и я не могла выйти из душа. Во-первых, я прошла все на свете, и кисти рук, и пальчики, кутикулы, и локти, и колени. Я очистила все на свете, плюс это безумно приятно. Это все идет с вибрацией, и, допустим, для беременной, для меня, которая не может себе позволить массажи, лечь на животик, да, то есть вот такая процедура была очень-очень приятной. И дальше я сделала, естественно, эпиляцию при помощи этого аппарата. Вы можете видеть, что он подсвечивает очень хорошо, не пропустишь реально ни одного волоска. Не больно абсолютно, это для меня также было сюрпризом, и гладко. Кстати, была паранойя по поводу воды, мне казалось, что, может быть, это несовместимо с водой, что это может замкнуть, но нет, все в порядке, все предусмотрено. И очень-очень хорошая штука, надо купить действительно для своей родственницы, я думаю, в подарок. Во-первых, скидка, надо использовать возможность, во-вторых, это просто неописуемый помощник в уходе за собой и в достижении красоты. Ну, посмотрим, что будет дальше, главное, чтобы волоски не врастали, но я буду стараться ухаживать. Для девушек в положении это единственная эпиляция, которая возможна. Ну, после бритвы, конечно, но крема я бы тоже не рискнула, кстати говоря, для беременных использовать, потому что это очень химический состав и, я думаю, будет не очень хорошо. Еще преимущество эпилятора в том, что, допустим, для шугаринга и для восковой эпиляции нужно отрастить волос до 2 мм или больше. Для электроэпилятора нам достаточно отрастить волос длиной 0,5 мм. Это просто чудо на самом деле, потому что это некрасиво отращивать волосы. Любые ситуации, я считаю, они против длинных волос у женщины на теле. Все очень быстро, все очень портативно, все меняется и тут же эпилятор превращается в спа для кожи, Skin Spa, это насадочки, которые либо продаются отдельно, кстати говоря, либо идут в наборы. Есть вот такая ультразвуковая насадка, которая производит большое количество движений и очень хорошо создает пилинг. Вот рекомендуют в нотации делать такой пилинг сразу, либо после эпиляции, либо через 3 дня, чтобы избежать вросших волос. Но я бы рекомендовала делать такой пилинг и до эпиляции, чтобы кожа еще больше была подготовлена, чтобы снять с нее все эти ороговевшие частички, вдруг волосы где-то еще там вросли у нас, да, и чтобы их вообще все приподнять. Skin Spa для всего тела, Skin Spa для деликатных участков и Skin Spa для лица. Ну, думаю, вот и все секреты по этой интимной теме удаления ненужных волос на теле женщины. Вообще, я думаю, что не стоит от этого стесняться, потому что красота кожи – это тема очень важная, которую нужно раскрывать, обсуждать. И поэтому не стесняйтесь задавать внизу в комментариях какие-то вопросы. Также, кто использует такой гаджет, напишите мне ваши отзывы внизу обязательно. Как он вам вообще? Давайте будем обсуждать это, давайте будем поднимать такие вопросы, потому что нет предела совершенства, и мы должны становиться только лучшим. Мы не можем себе позволить, несмотря ни на какие трудности, ни на беременности, ни на детей, зарастать как обезьяны и пугать своим внешним видом, да и тактильным ощущением тех, кто находится рядом. Разворачивайте описание, там будет активная ссылка, и также там внизу находится прекрасное слово «бьюти», использовав которое, вы сможете получить хорошую скидку на приобретение этого аппарата, этого набора, либо все, что вы выберете. В общем, «бьюти» нет предела совершенства, красота forever. Всем спасибо, что сегодня были со мной, увидимся очень скоро. Жду ваши пожелания на новые видео внизу в комментариях, и до скорой встречи, пока!